Добрый день всем любителям дартс! Вас приветствует Анкл Сэм из столицы Удмуртии, славного города Ижевска. Сегодня в рамках турнира международной категории Всемирной Дартс Федерации Удмуртия Оупен 2022 года встречаются у нас в полуфинальном поединке. Уважаемые джентльмены, Алексей Кадышников, представитель Твери, будет играть против Дмитрия Горбунова, представителя Новоуральска. В стенах замечательного заведения под названием Стадион Динамо, что находится прямо в сердце города Ижевска, в центральной его части. На ваших экранах, только что была небольшая статистика о пути Алексея к этому поединку, на стадии 1-16 предстояла ему серьезная встреча, серьезнейшая, заговариваться я стал, с Дмитрием Ситкаревым, одним из сильнейших спортсменов Челябинска, со счетом 4-3 лишь удалось Алексею пройти дальше. А вот у Дмитрия, особых проблем по ходу этого турнира с соперниками не возникало. Только что на ваших экранах разыграли эти джентльмены начало матча, Алексей сразу же попадает в булл, обозначая всю серьезность своих намерений выиграть этот матч. И сразу же стартует в первой сотне, дежурная сотня в исполнении Кадышникова, обещает нам наверняка зрелищный матч. Дмитрий не так успешен в первом подходе, но тем не менее отбивает кулачок ему Евгений Жуков, один из соперников по сегодняшнему турниру, с которым Дмитрий сыграл со счетом 4-1. В принципе, по ходу этого турнира у Дмитрия не было проблем со средним набором, впрочем, как и у Алексея тоже. Так что наверняка эти игроки нас сегодня порадуют неплохими наборами. 100! Наконец-то Горбунов также распечатал первый раз утроение 20-го сектора. Чем ответит Алексей? Неудачно ложится второй дротики и вынуждает игрока перемещаться вдоль всего рубежа. Если кто не знает, Алексей Кадышников предпочитает играть чуть правее от центра мишени, стоя на рубеже. А вот Дмитрий кидает четко по центру. Приходится ему чуть-чуть подальше обходить, нежели чем свой соперник. Видите, аж чуть ли, вернее не чуть ли, а именно на соседнюю мишень заходит Дмитрий, чтобы обойти. Алексей опускается вниз Кадышников и тоже не совсем успешно. 260 у Горбунова в запасе. Что придумает Дмитрий? Нужно выходить на окончание. Вот сейчас наверно сам даже Горбунов не сможет объяснить, зачем он это сделал. Опускается в 19-й сектор и тут же у него окончание 166. Совсем плохо с математикой у Горбунова сейчас в данный момент, но что есть, то есть. Тут же Кадышников отвечает неплохим набором. Выходит на куда более удобное закрытие. Данный турнир у нас Удмуртия Оупен у нас проходит во второй день соревнований. Данный уикенд у нас, а это у нас 4, 5 и 6 января. В столицу Удмуртии проходят сразу три турнира. Один из которых Суперлига Урала и Поволжья. Второй это Кубок Калашникова, который между прочим уже зарулил Каточников, заняв первое место, обыграв в финале представителя местных снайперов Алексея Наговицына. Дмитрий решает играть 106 через утроение 54. Весьма неожиданно. Не через 20 играет. Вдвоение 16. Один дротик. С первой же попытки справляться Горбунов вот так вот. Несколько удивленно воспринимает этот чекаут Алексей Каточников. Вот так даже Павел Брабя неожиданно. Да, не совсем то, наверное, на что он рассчитывал. Но вот у нас уже завязывается неплохая борьба. Так вот, возвращаясь к тому, что у нас происходило в Ижевске в предыдущие два дня. Как я уже сказал, Каточников выиграл один из первых турниров. Горбунов, играя в Суперлиге, занял третье место. И вот сейчас у него есть определенный голод, чтобы добыть хоть какую-нибудь победу. Остался последний шанс. И на пути у него, как видим, один из грозных соперников. Который, между прочим, должен был участвовать в чемпионате мира в эти самые даты в Лондоне, в Лейксайде. От Всемирной Федерации Дарца. Но, как наверняка вы уже знаете, этот турнир перенесен на более поздние даты. Так что у Алексея есть очередная возможность заработать хороших рейтинговых очков. Но вот сейчас, по ходу матча, пока он проигрывает 0-1, нужно срочно прибавлять 305 очков. Вот так вот ровно идут соперники. Но у Алексея еще один будет подход в запасе. Отлично играет через утроение двадцатки. И снова 99. Три подхода уже без промахов в утроении либо двадцатки, либо девятнадцатого. Отличная игра в исполнении Каточникова во втором лэге. Чем ответит Дмитрий. Тоже так же цепляет утроение девятнадцатки. Весьма неожиданно. Довольно-таки редкий подход в исполнении Горбунова. Мы наблюдаем вниз в мишени. Возможность максимума. Да, распечатывает свою главную вольфрамовую пушку. Борода. Именно такой никнейм у Алексея, который мы можем прочитать с вами на его футболке. И у Горбунова сейчас будут серьезные проблемы. Довольно-таки не самый популярный чек-аут для Каточникова. Три дротика на то, чтобы закрыть утроение тринадцатого. И сразу же испытывает проблемы. В прошлом лэге Горбунов уже закрыл 106. Что было весьма неприятным сюрпризом для Алексея. Что сейчас? Есть возможность играть через булл. Так и есть. Один дротик на центр. Ай, прямо миллиметр отделяет Дмитрий от победы во втором лэге. И у Алексея нужно срочно решать эту право возникшую вдруг неожиданно проблему. Второй дротик выпадывает неожиданно. Третий исправляет за Каточников. И счет у нас 1-1. Наконец-то интрига в матче завязалась. Сразу же взаимные брейки сделали оба снайпера. Средний набор чуть-чуть улучшился у Алексея. А у Дмитрия, наоборот, чуть-чуть ухудшился. Есть еще одна возможность сделать максимум. Ну, практически так и есть Каточников. Второй максимум за 2 лэга. И сразу же начинает ускоряться. Алексей включает первую космическую, если не вторую, скорость уже по среднему набору. Неужели еще будет один максимум? Была попытка закрыть за 9 дротиков, но всего лишь 140. Сразу же за 2 подхода. И практически уже выходит на закрытие Алексей. Довольно-таки большое количество очков привозит он своему оппоненту. Горбунов пока испытывает проблемы. Но, тем не менее, один требл цепляет. Отставание по-прежнему велико. Вновь не промахивает Каточников мимо мишеней. Мимо утроения. Настолько быстро играет Алексей, что у меня не хватает подбирать необходимые слова, для того, чтобы комментировать этот подход. 86. Наверняка будет играть через утроение 54. 18 сектор Алексей. Чтобы закончить эту игру булом. Нет, чуть-чуть не получается. Вот так, не попадая. 20 сектор. Что сейчас придумал Алексей, не совсем понятно. 50 оставляет себе. Но, Дмитрий, робкие попытки догнать и перегнать. Наконец-то уходит в 18 сектор. Но 94 вряд ли спасут эту ситуацию. Вот так вот неожиданно решает играть через булкаточников. Удачный отскок в 14 сектор. И тут же третий улетает в нужное удвоение. Резкий взлет по среднему набору. И сразу же ведет в счете Алексей 2-1. Теперь задача Дмитрия. Выигрывать лэк на своем начале. В принципе, ничего у нас экстраординарного сейчас не произошло. Разве что Алексей закрыл всего лишь за 15 дротиков. Это как минимум 100. Средний набор. И сразу же довольно-таки существенно улучшает свою статистику. К слову сказать, сегодня Дмитрий в первом своем поединке против Александра Лукичева. Представитель от Свердловской области сыграл с набором 100. Целых две десятых. Вот так вот обыграв соперника со счетом 4-0. Так что сегодня у Дмитрия как-никак дротики летят довольно-таки уверенно. Но насколько это отразится все-таки на игре с одним из сильнейших игроков не только этого турнира, но и во всей России, нам с вами предстоит еще узнать. Вновь не попадает в утроение 20-го сектора Дмитрий. Но все равно теперь по очкам есть у него определенное преимущество. Было наверняка небольшой запас до этого подхода от Кадочникова. И сразу же отставание резко сократилось. Сейчас без утроений совершенно никуда. Понимает это Дмитрий. Второй дротик кладется точно в цель. 141. Одно из любимых окончаний для Горбунова. Лондон оставляет он себе. Мишень явно ему сейчас благоволит. Небольшой отскок мы с вами наблюдали. Вот сейчас задача у Алексея. Действительно дротик выпал из мишени. И слабо лежит второй. Верную ставку сделал Алексей. Но тем не менее 159 не совсем четко. Получается тоже возможно посчитал. Не знал как выйти на удобоваримое окончание. Есть утроение 17-го. Но тем не менее вторым дротиком Дмитрий не попадает куда хотел. Ее оставляет себе 2. Как 2. Подождите давайте-ка мы с вами посчитаем. 111 плюс 18. Это 129. И совершенно неверно посчитал судья на мишени у нас. Маркерс. Был. Вернее есть. Никита Козлов. Что-то не совсем четко он. Дмитрий явно в каком-то находится ступоре. Не совсем понимает почему у него оказалось 2. Вроде бы не так. Видите какая замедленная пауза у Горбунова. Снова пытается он посчитать. Но тем не менее Сталинград. Из первой же попытки справляется Дмитрий. Весьма неожиданный ход матча у нас. Берет он все-таки Лэг на своем начале. Статистика. Да. Сообщает он одному из болельщиков. Что неужели 2 должно было оставаться. Но тем не менее. Ни судья. Ни игроки. Никто никаких претензий не высказал. И соответственно Лэг уже заигран. Статистика по количеству затраченных дротиков. На ваших экранах дорогие друзья. Не более 18 вольфрамовых снарядов. Стратят оба игрока на то чтобы выиграть свой Лэг. Или сделать брейк. Игра на взаимных встречных курсах у нас идет. По максимуму стараются ларанчить ущерб друг дружке. Оба снайпера. И посмотрите. 140-140. Все круче и круче у нас закручивается сюжет этой игры. Сначала были брейки. Потом каждый берет свое начало. Чем же сейчас нас порадуют игроки? Оба участника чемпионата мира. Правда один играет на PDC. Другой в Лейксайде. Довольно-таки интересное у нас противостояние такое. 176 уже у Кадочкова. И Горбунову нужно как минимум 140 снова набирать. Но всего лишь дежурная сотня. Накинул по соточке Горбунов. Чуть-чуть небольшое отставание. Все-таки недалеко отпускает он Алексея. А вот у Кадочникова есть отличная возможность выйти на хорошее окончание. 81. Что придумает Алексей? Дмитрию еще предстоит долго добираться до финишной черты. Вау. Но попытается. Он по максимальному надавить на Алексея. Головой помотал Алексей. Будет играть через 19-й. Остается 62. Скорее всего 12-й сектор. Игра на пол. Вдвоение 13-й снова. И на этот раз в первой же попытке справляется Кадочников. И посмотрите какая эмоциональная реакция у Алексея на этот чекаут. Это говорит о том, что Алексей начинает ловить кураж. А это значит, что можно тушить свет скорее всего любому сопернику, кто встанет у него на пути, если не найдутся какие-то серьезные контр-доводы. Дмитрий. Дежурная сотня была в его исполнении. Но все-таки Кадочников, как я уже сказал, наверняка поймал кураж. И 97 также хороший набор после первого подхода. Что придумает Дмитрий? На столь серьезного соперника. 55 по ходу такой игры. Это уже маловато будет. Тем временем два попадания в 60-й сектор. И третий максимум распечатает Кадочников. Кадочников на максималках уже, дорогие друзья, это точно. И видно по эмоциональной реакции игрока. И потому как резко взлетает в небеса его средний набор. К слову сказать, что после первого лэга, когда Дмитрий совершил брейк, у Алексея был всего лишь набор 66. Сейчас уже подбирается к 90. По-прежнему не промахивается мимо утроения и Кадочников. И два из них точно есть на мишени. 150. На чужом начале уже довольно-таки существенный перевес. Может закрываться уже тремя булами. Пойдет ли на это к Алексею или нет? Давайте сейчас посмотрим. Зрители у нас к этому матчу прибавляются. Все больше и больше. Нет, играет через 54. Хотел попасть в утроение. Чуть-чуть не помал. Получилось вторым, зато как снайперский сработал третьим. И будет у него сразу три дротика на то, чтобы закрыть. Удвоение восьмого сектора. Одно из самых популярных закрытий в Дарсе. Дмитрий снова пытается оказать максимальное давление на Кадочникова. Но игрок, поймавший кураж, теперь вряд ли промахнется мимо даблы. Так и есть. В первой же попытке у нас закрывает этот чекаут Алексей. И совершает второй брейк в этом матче. А теперь будет сразу же начинать свой лэг. А игра у нас в этом поединке будет длиться всего лишь до пяти побед. Согласно регламенту турнира. Неужели четвертый будет? Фантастика! Страшен просто в гневе Алексей. Наступают у нас времена апокалипсиса для Горбунова. И всадником этого апокалипсиса выступает вот этот грозный бородатый мужчина с тремя дротиками. Три вольфрамовых снаряда вновь сейчас будут отправлены в утроение 20-го сектора. Скорее всего лишь один из них попадает куда нужно. Но тем не менее уже существенный перевес. Дмитрию явно нужно ускоряться, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Потому что этот лэг может быть не только проигранным, но и проиграться весь матч. У Алексея 221. Снова нужно выходить через дежурную сотню. На неплохое окончание. Что придумает? Вновь приходится ему смещаться вдоль рубежа. И вновь успешно. Посмотрите. 140 очень любит играть это окончание через 18-й сектор Алексей. Удобоваримые. 54 плюс 54. Останется 32. То, что нужно. Так и есть. Есть возможность закрыть большого чекаута. И просто считанный миллиметр отделяет заведенного Кадышникова. От этого феноменального закрытия было бы просто вишенка на торте. Ко всему прочему, если бы сейчас так сыграл Алексей. Мог закрыться буквально за 12 дротиков. Дмитрий далеко еще позади. Наблюдает издалека. За телодвижениями снайпера. Три дротика уже. Нет, третьим. Два дротика промазал. Третьим все-таки попадает Алексей. Действительно великолепнейшая просто игра. Филигранное исполнение. 5-2 выигрывает Алексей. Очередной матч в этом турнире. И будет играть в финале этого поединка. Где его будет ждать победитель пары Александр Башарин, Андрей Анилин. Вот такой вот у нас шикарный выдался просто поединок. Каточников на максималках. Это действительно страшный соперник. Дмитрий испытал очередной матч. Испытал очередное поражение против столь серьезного соперника. Ну что, друзья. Финал этого турнира. В исполнении Каточникова и двух игроков, которых я уже называл, также покажу на этом канале. На сегодня все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok